Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас уже 11 июня 2018 года. Как всегда, начинаем с посылочек. Если честно, я даже не слышала, когда почтальон постучал в дверь. Видно, он даже не стучал. Но давайте вместе вскроем эти посылочки. Это коробочка в цвете Tiffany от Кнайт Крейт. Это вязальная компания, которая каждый месяц отправляет нитки. Я подписана на их месячную коробочку. И в этот раз, я смотрю, прислали такой прям цвет Тиффани красивую нитку. Очень красивая нить. Она нам подходит как раз под мои идеи, которые я сейчас недавно воплощаю. Эта коллекция Мороженое называется. И каждому может попасться разные цвета, я так понимаю. И мне попался вот такой вот светло-голубой. Вот здесь варианты, что можно связать при помощи крючка и при помощи спиц. Я крючком вяжу, как я уже говорила. Ну а следующая посылка вот такая вот классная подушечка для малыша. Я заказала в белом цвете, вот с такими крапинками. И эта подушечка заявлена как ортопедическая для самых-самых маленьких. Подтверждена педиатрами, вот вы видите. Ее можно использовать вот в таком мобиле-качалке, не знаю как правильно называется. Таком, в коляске, в кроватке. У малыша, благодаря вот такой форме, головка не приплюснута. То есть вот сохраняет свою форму и в общем здоровье превыше всего, я считаю. Я вообще не хотела использовать подушечку, если честно, но видела у одной блогерши американской ее и нашему малышу подойдет, я думаю. И вот хочу показать вам свой процесс на сегодняшний день вязальный. Вот, я уже начала. Как вы думаете? Пишите ваши догадки в комментариях, что это может быть. Такие красивые пастельные тона. Мне очень нравятся эти нитки. Они заявлены как для детей. Очень мягкие, приятные. В общем, вот такое вот я вяжу. Ну а сейчас я убираю руку и только не пугаемся. Та-дам! У меня вот такая смешная прическа сегодня. Не думайте, я не выйду на улицу вот так. Я еще в своем уме. А хотя, может, кому-то и нравится, но мне точно нет. Это для того, чтобы волосы у меня были как после пляжного эффекта, волнами. Я нанесла свой мусс после мытья головы на корни для объема. Пока что не видно, потому что я собрала в две косы. И на основную длину волос я нанесла бич-спрей, который создает волны. И вот у меня они высыхают в таком состоянии. Вот здесь они самые влажные пока что. Ну а здесь к концу они уже высохли. И что я буду сейчас делать, вы спросите. Кстати, да, маленький спойлер сзади. Вы уже заметили. Но пока что я вам показывать не буду, потому что кроватка еще не собрана до конца. Еще не перешел сам матрас. И я не доделала один свой проект, который связан с этой кроваткой. И должна мне еще прийти из России постель для этой кроватки ручной работы. Очень красивая. Я его очень жду. И если мне все понравится и хорошо будет с тем бельем, я вам порекомендую эту женщину, которая занимается этим, ее инстаграм и все такое. Так что да. А пока что я начинаю краситься, приводить свое лицо более-менее в человеческий вид. Вот для этого мне понадобится стабильно моя палетка от Floor Mark. Вы видите, здесь еще ценник с Молдавии. 55 ли стоил. Дешевая косметика. Дешевые тени, бюджетные. Но очень-очень классные. Вы видите, как я протерла ее до дыр. Я уже который год с ней пользуюсь. Наверное, года 4-5, наверное. Может быть. Но она очень классная. Ни одни тени Mark не заменят этой палетки. Мне она очень нравится. Она такая матовая. И как раз то, что я люблю. Так, следующее, что нам понадобится. Я попробую вот такой пробник туши. Мне недавно пришел. Я даже не знаю, что это за фирма. Но заявлено, как объем придает ресницам. Вот от L'Oreal у меня вот такая тушь для бровей. Карандаш Sugar какой-то для бровей с щеточкой. Корректор зеленый совсем немного. Мне его, спасибо богу, сейчас не надо, потому что беременность очень хорошо повлияла на мою кожу. И вы видите, как она очистилась. Это не идеал, конечно. Но то, что было у меня на лице раньше, те, кто смотрит меня, видели, что это будет намного-намного лучше сейчас, чем было. А как основу под макияж и заодно SPF 30 от солнца я пользуюсь вот таким. Kiss My Face называется фирма. Кремом для лица веган. Он вегетарианский. Он с Айхерба. Я его заказывала. Мне очень нравится. Ни один другой крем так не работает с моей кожей, как вот этот крем. Он ее действительно защищает. Даже после двух часов ношения его, его не надо обновлять. Правда, я впервые столкнулась с таким кремом, который один раз намазала и на весь день хватает. Тональная основа. Она у меня BB крем от Tarte. Тоже SPF 20. Мне нравится. Я уже, наверное, третий или четвертый тюбик заказываю от этой фирмы. Тональные крема у меня вообще. Только единственный мак плотный есть, который Studio Fix. Кажется, он так называется. Но в основном я предпочитаю вот такие легкие текстуры, которые просто выравнивают тон лица и придает ровный оттенок. У меня это в цвете Light. Обычно я пользуюсь вообще Ivory, то есть самым-самым светлым. Но сейчас летом все же чуть-чуть я подзагорела, да. Хоть это и незаметно. Мне нужно чуть-чуть потемнее. И незаменимый любимчик от Maybelline. Вот такой вот корректор, которым я прохожусь после BB крема. На участках, где, допустим, видны шрамы пост-акне или сами акне. И под глаза я его использую. В общем, вы сейчас все увидите. Ну и потом вот моя недавняя новинка от L'Oreal. Вот такой вот скульптор для лица. Очень хороший оттенок, я считаю. Такой сероватый, без рожены. И заодно, как я поняла, хайлайтер. Это, ну, не совсем хайлайтер. Скорее высветляет какие-то части лица. Этой кисточкой здесь я не пользуюсь. Вот так. В общем, я довольна. Вот в очередной коробочке мне пришли румяна. Вот они идут зеркальцами. Вот такой вот оттенок. Очень, кстати, подходит под мой топ сегодняшний. Нормальный оттенок, но очень легко с ним переборщить. Потом я закрепляю все вот такой вот миниатюркой от Tarte. Я ее использую просто поверх к пудру прозрачную. Она никакого оттенка не припредает. После этой пудры я использую от Physician Formula. Такой Butter Highlighter. Как масло. Очень нравится. Очень хорошо придает освещение. Такое деликатное. Несмотря на то, что это белый хайлайтер, не дешевит лицо, так как делают это другие белые хайлайтеры. Мне подходит. Ну что, давайте приступим. У меня здесь зеркало стоит. Кстати, насчет вчерашнего дня. Я не досняла кое-что. Все потому, что я плохо себя чувствовала, действительно. Вот вы видели, чем закончился влог. Это на том, что любимый померил твой подарок от меня. Вы так поняли. Вот это та посылка, которую я вам не показала от Asos. Это и был подарок. Теперь вы уже увидели. Конечно же, потому что я обручила его раньше времени своему любимому на Father's Day тут в Америке. Это день папы 17 июня. И так как он папочка будущий, уже, можно сказать, папочка. Это его первый день папы, так как и был первый день мамы. И он меня тоже поздравлял. У меня фото в Инстаграме есть. Вы можете зайти. Вот мой профиль. Можете зайти посмотреть, что он мне подарил. И, в общем, я его тоже не оставила без внимания. Я очень рада, что ему подошел костюм. Очень красиво. Он сейчас, конечно, чуть-чуть похудел. Он на сушке был до сих пор. И жара, нет аппетита, вы понимаете, как летом. Тем более здесь в США, как здесь жарко. Он еще как раз к зиме наберет массу. И ему вообще хорошо сядут эти штаны. Я думаю, ну я очень довольна, что я попала прям в точку с размером. Потому что даже он, привередлив в этом, он бы прошел просто мимо, наверное, даже этого костюма как-то не померив. А иногда нужно померить, убедиться, что это хорошо на тебе сидит. Потому что не всегда вещь на вешалке соответствует тому, как она на тебе будет смотреться. Ну, и я думаю, что ему понравилось. В общем, он мне сказал, что ему понравилось. Вы видели сами его реакцию. Но суть не в том, а хочу сказать о том, что мой укус осы, который вот пришелся мне сюда на затылок. Вчера или позавчера, я уже забыла. Позавчера, получается, да. Позавчера это было, как на меня укусила оса. Все вроде хорошо шло. Подарила я подарок вчера уже любимому. Мы собрались ехать в Айоп, сели в машину, все такое, уже едем. Отъехали от дома. И у меня как хлынула кровь с носа. Так сильно. Давно у меня не было. Прям так. Конкретно залило. Я, если честно, чуть-чуть впала в панику. Потому что отвыкла чуть-чуть от этого. Да, у меня при беременности она вернулась. У меня эта кровь с носа, но я и расположена к этому. Потому что у меня очень расширенные сосуды в носу. И внутричерепное повышенное давление с детства. До 15 лет у меня кровь шла чуть ли не каждый день с носа. Поэтому для меня как бы это было привычно. Ну вот при беременности она обратно ко мне вернулась. Но как-то так все совпало, что потекла кровь с носа. Я стала себя чувствовать очень-очень плохо. Мне стала кружиться голова, темнень в глазах. И такое какое-то резкое помутнение, знаете. Меня это чуть-чуть насторожило. И я это сослала на то, что укус так на меня влияет, аллергия. Она больше пошла внутрь, я думаю. Потому что снаружи отека не было. Никакой опухоли. А вот состояние мое оставляло желать лучше. Так резко вот после того, как потекла кровь с носа. Все же решили поехать в Айоп дальше. Но это была плохая идея. Мы зашли туда. И я чувствовала, что у меня кровь еще течет с носа. И как-то она не особо останавливается. Поэтому мы взяли с собой наши панкейки. И поехали домой. Чуть-чуть была, конечно, в панике. Ваня говорит, что он так предполагает, что это из-за того, что я испытала стресс у меня кровь с носа. Но я вот, судя по себе и зная себя, что кровь с носа у меня... Да, не то, что она прям из-за стресса, но этот факт тоже сыграл свою роль. А из-за того, что аллергия пошла внутрь. И у меня был отек скорее не снаружи после этого укуса. А внутри и у меня сосуды неправильно расположены, и они расширены. И как мы знаем, когда кусает пчела, оса и вообще жужелица любая, то всегда есть отек слизистый. То есть может опухнуть и внутри горла, и нос. И я думаю, скорее всего, это именно так связано. Потому что я чувствовала, что мне тяжело дышать, и у меня вот здесь такое прям состояние набухшее. И я думаю, что вот эта аллергия именно своим отеком вот этим после этого укуса надавила мне на мои сосуды и так слабые в носу. И вот почему у меня потекла кровь с носа. У меня как раз в 15 лет было то же самое тогда. Я убиралась перед своим днём рождения, перед 15-летием. В доме перенапряглась, надышалась много химией. А раньше я любила химию везде использовать. При мытье окон, пыли, всего-всего. Я её как-то везде обшикла, не жалея. И видно, у меня пошла аллергия. Отёк тоже был внутри. И как хлынула у меня тогда кровь с носа. Вы представляете, 2 часа мне не могли остановить кровь с носа. Это я не шучу, это не преувеличиваю. Это действительно было так. И тогда, 21 июня, был день медика. Мы уже звонили в скорую, потому что у меня уже было 5 банных полотенец всех в крови. Вы сами представляете. 2 часа течёт кровь с носа без остановки. И что вы думаете, наши медики отмечали день медика и даже не подошли к трубке телефона. Я тогда была, конечно, в панике и в шоке, что мне нужна скорая помощь. А она даже не отвечает. Вот надо же, да? Это, конечно, был тоже день, запомнился мне на всю жизнь. Но благо всё обошлось, кровь остановилась. Но тогда я потеряла крови немало, и у меня всё трясло, мне было холодно. В общем, я думаю, да. Вот даже сегодня я думала об этом и искала связь. Действительно, это из-за аллергии, которая идёт как у меня лично с моим организмом, я так понимаю, как в отёк слизистый. Поэтому она нарушает ещё те же нарушенные мои сосуды, и они испускают кровь. Ну, а сегодня, слава богу, всё хорошо. Вы не представляете, как вчера мне чесался затылок, и как мне он болел даже в левую сторону. Сейчас, фу, фу, не хочу сглазить, но я дотрагиваюсь, мне ничего не чешется, ничего не болит. Это просто магия какая-то, и я очень благодарна, что так быстро прошло, потому что мы читали на форумах, что неделю люди мучаются после такой большой осы, которая вас укусила. Но мне вот, спасибо богу, вот на третий день уже совсем оно прошло. Да, вот такая вот история вчерашнего дня. Вчера день был, конечно, нудный. Погода была ужасная, то дождь лил с самого утра с грозой, и всё так было серо, как осенью. То вышло солнце, и вся эта влага из асфальта начала испаряться, и здесь жара, и даже не хотелось выходить, если честно. И ещё вчера я постирала свою подушку для беременных, наконец-то. Мы пошли в Ландрайзе и постирали её, потому что наша машинка бы не выдержала такого напряжения. Она у меня сейчас чистенькая, хорошая, и я довольна. Единственное, что она набухла и стала более пушистой, что ли, как новая, и мне тяжеловато пока что к ней привыкнуть. Ну и продолжаем дальше наш макияж, а то я совсем уже заболталась. Вы бы видели, на какой у меня здесь баррикаде стоит мой фотоаппарат, чтобы он на уровне моего лица был. Надо будет как-то отыскать свой маленький штатив маленький. Я не могу найти, надо поискать его. Вон такой у меня на ножках, которые вертятся в разные стороны. Мне было бы, конечно, удобнее, но пока что на такой баррикаде у меня стоит этот фотоаппарат, на моей бутылке для беременных. Если он у меня сейчас нагреется, а он у меня нагревается первые 20 минут и выключается, и объектив заходит, то он может вообще упасть конкретно. Мне надо будет его словить вовремя, чтобы не разбился. Вот вы видите, как ложится тон. Я довольна своей кожей сейчас, просто кайфую. Вообще эта беременность меня только лучше сделала, мне кажется. Единственное, что это мой вес, который для меня лишний, как я сказала, но по факту он не лишний, потому что у меня была недостача веса. Как мне врач сказала, она меня похвалила сейчас. Сказала, что наконец-то стала похожа на человека. И вы не поверьте, я никогда не держала диеты в своей жизни. Это вот у меня такая натура, у меня такая генетика. То, что бы я не ела, когда я не ела, я не могу поправиться. Хоть убей. Что делать с этим? Помню, бабушка не могла поверить мне, что сделаешь, если она так. У меня завышенный тестостерон был, поэтому мне легко всегда давалось в спортзале и спорт, и легко накачаться. Некоторые бодибилдеры только и колят себе тестостерон женщины, эти низбики, не все, чтобы высушить себя. И у меня никогда не было проблемы, допустим, с животом. Я знаю многих в основном женщин, да и мужчин, у которых откладывается все на животе. Но это не я. У меня живот, талия всегда на высоте, самая худая, самая подкачанная, подтянутая. А вот низ мой, мои ноги, это мое слабое место. Но уже рожу и буду работать над собой, потому что все же беременность тоже отложила свое. И скажу, что она не повлияла на мое тело, повлияла. Я была к этому готова, сильно не расстраиваюсь. Будет стимул побороться с этим, позаниматься, потому что считаю, что мы должны нравиться самим себе. Прежде всего и с самым близким нашим людям. Мы, конечно, нашим любимым и близким людям нравимся такими, какие мы есть. Но согласитесь, ведь всегда они не против того, чтобы мы выглядели лучше и были заинтересованы в том, чтобы бороться с чем-то, иметь силу духа. Потому что все же взяться за себя. А я считаю, что сделать все можно. Главное захотеть. Вы со мной согласны? Главное желание. Можно и дома заниматься. Иногда нам бывает очень-очень-очень-очень лень. И даже не столько в спорте дела, сколько в правильном питании. Мне кажется, с моей генетикой и со всем, что я имею как базу. Если бы я наладила полностью свое питание, стала правильно бы питаться, не нужно было бы столько спорта. Но пока что мы ждем малыша. Я не напрягаюсь. Не делаю я так, чтобы мне было тяжело. Просто я люблю своего малыша и хочу, чтобы у него все было хорошо. Это для меня самое главное. Хотя хочется, потому что все же возможности у меня есть. Мне иногда хочется и пресс покачать. Я так соскучилась. Поэтому беременность для меня это самое главное сейчас. И все, что принесла беременность в мою жизнь, я только принимаю как гордость. Как след того, что я была в этом периоде. Я счастлива. Я не могу уже дождаться встречи с малышом. Потому что уже пошел восьмой месяц. И мне очень-очень-очень-очень хочется его увидеть. Он мне уже так часто снится. Он такой хорошенький во сне. И не знаю, верю я снам или нет. Но таким снам мне хочется верить. Потому что приятно увидеть хотя бы во сне. Посмотрим, я вам скажу первыми. Пала своими снами это или нет. Конечно, это все шутки. Но будем надеяться, что все пройдет хорошо. Малыш будет здоровым. Все у нас пока что хорошо. Мы проходим регулярные УЗИ. Давно единственное не было у нас ультразвука. Потому что мы чуть-чуть перешли норму. Мы сами доплачивали, когда хотели узнать пол-ребенок ультразвук. Училось так, что у нас было и пару внеплановых тоже посещений. Нам сейчас так распределили ультразвуковое исследование. Уже, наверное, в 20-й неделе не видели нашего малыша. Очень соскучились. Просто когда все хорошо, они даже и не смотрят. У них здесь видно такие технологии хорошие, что и по крови, и по моче они определяют все. И вообще здесь как-то все так просто. Все проще к этому относятся. Иногда даже это бесит. Просто я не американка. Я с наших стран. И мне не все равно. Ну, вы поняли меня. Наши люди привыкли даже где-то преувеличивать. Может быть, как-то накручивать себя. Но здесь тебя очень быстро успокаивают. Особенно, если все хорошо идет. Я даже если имею какие-то вопросы, допустим, к моему состоянию, самочувствию. У меня врач может меня успокоить даже без каких-то дополнительных УЗИ и всего. Выхожу каждый раз из клиники удовлетворенно, успокоенной. Кстати, у нас должно быть скоро исследование 4D или 5D ультразвуковое. В общем, я очень жду и не дождусь. Мы обязательно заснимем, как это все проходило. Мне самой интересно, чем отличается это. Я пощипала свои брови. Привела их в порядок недавно. Вчера или позавчера, уже даже не помню. Я это так редко делаю. Серьезно. Просто они у меня природы, форму имеют хорошую. И я вообще никогда не меняю форму. В подростковом возрасте когда-то хотелось экспериментов. Первый раз, вернее, даже их пощипала. Сама чуть-чуть испортила. Но сейчас я поняла, что мне вообще их щипать практически не надо. Мне нравится стиль широких бровей. Они молодят. По крайней мере, мое лицо. Я думаю, что мне больше идут широкие брови. Вот о чем я и говорила. Перегрелся, выключился фотоаппарат. Но, слава богу, не упал. Сейчас он, конечно, на таком балансе. Что страшновато, что он упадет. Но я думаю, что я успею его словить. Брови. Так, лицо оформлено. Брови оформлены. Осталось у нас что? Глаза и губы. Подумаю насчет губ. Что буду делать сегодня? Я, кстати, люблю больше синтетические кисти, чем натуральные. Натуральные единственное. Я люблю растушевку. Мягче получается растушевка. А вот для нанесения цвета все же натуральные кисти не подходят. Они искажают цвет. Делают его более прозрачным. Не таким ярким. Я думаю, что фотоаппарат сейчас начнет выключаться еще быстрее. Потому что он у меня начинает перегреваться. Первые 20 минут выключается. 10 минут выключается. 5 минут и так далее. Это единственный минус этой модели. В остальном она меня устраивает на все 100%. Я даже подумываю заказать новый объектив. Макро. И тот, который размывает задний фон. Мне очень хочется такой объектив. Потому что этот все же портретник больше. Вот такая кисть у меня от Эко Тулс появилась. Но я сейчас с ней очень люблю растушевывать. Берем вот этот оттенок коричневый. И просто делаем вот так. Валя чуть-чуть. У меня все же дневной макияж будет. Переходящий в вечер. Я вообще, если честно, редко когда меняю макияж к вечеру. Добавляю что-то. У меня нет на это времени. А если возможно, так вообще без макияжа. Я вот вообще дней 5 без макияжа до сих пор ходила. Нормально было все. Сейчас, кстати, опять вернулась к своим стрелкам любимым. Я как-то их перестала делать. В последнее время просто выделяла складку, красила ресницы. А стрелки вообще не использовала. Но сейчас мне что-то нравится. Мне как-то больше нравится, скорее всего, на фото. Как это выглядит. И вообще, мне кажется, если краситься на фото, чтобы был виден макияж, это нужно намного ярче краситься, чем в жизни. И я постаралась. Мне очень тяжело себя перебороть, чтобы покраситься сильнее. Чтобы на фотографиях получилось лучше. Но все же переборола, сделала побольше себе стрелки. И результат на лицо. Фотографии в инстаграме вы можете увидеть. Получились очень классные. Глаза подчеркнуты как надо. Но, если честно, в жизни я так не крашусь. Да, пару дней я поэкспериментировала. Пооставляла. На весь день, в принципе, нормально. В общем, у меня опять выключился фотоаппарат. Я уже сделала стрелки. Вот они, вы видите, какие получились. И просто оставила чуть-чуть его выключенным, чтобы он, так сказать, охладился. Сейчас стала любить заходить стрелкой чуть-чуть в нижнее веко и растушевывать. Это, получается, единые глаза. То есть, большие глаза, получается. Я не люблю красить слизистую. Черным карандашом это не мое. Я считаю, что это мало кого красит. Это единственное, можно, мне кажется, использовать в каком-то восточном тематическом макияже. Но не на каждый день и даже не на вечер. Потому что, ну, уменьшает это глаз. Ну, а мы сейчас берем с вами тушь вот эту. Я ее не помню, если пробовала. Наверное, нет. Тут кисточка. Честно, мне не особо нравятся эффекты этой туши. Как-то скудненько. Она даже не прокрашивает ресницы. Не то, что делает объем. Даже я люблю больше силиконовые щеточки вот туши. А здесь она с лорсинками. Не знаю, сколько она давит слоев, чтобы хотя бы чуть-чуть добиться того эффекта, к которому я привыкла. Кстати, что еще заметила при беременности? Изменились мои ресницы. Они стали... Они не выпадают. И волосы у меня, кстати, тоже не выпадают. Даже лучше. Они вообще не выпадают. И это меня очень пугает, чтобы они потом не выпали. После родов. Но даже если половина их выпадет, у меня останется. Мне звонят. Алло. Ну, наш макияж уже практически готов. Вот такой он получился. Косички эти, конечно, смешные. Вы видите, насколько отросли у меня волосы. Это, конечно, много. И я думаю, что мне делать с волосами. Советую. То особенно меня знают и смотрят мои видео. Напишите мне в комментариях, что мне делать с волосами. Может, мне вернуться в свой цвет, покрасить. Но я не очень уверена в этом, потому что, когда ты красишь поверх блонда, это тяжело содержать. Нужно все время красить. А концы и так пересушены. Мне не хочется портить волосы. Или сделать, опять же, балаяж, но не совсем до корней, потому что мне нравится эффект, вот как сейчас, когда волосы здесь темные у лица и здесь светлые. То есть с распущенными волосами я блондинка, а с собранными я практически брюнетка, шатенка, скорее всего. Мне, если честно, нравится так. И я вообще склоняюсь даже к тому, чтобы оставить как есть. Отрастает, отрастает. Вот как будто так будет. Сначала это будет выглядеть как балаяж. Потом это будет выглядеть как хайлайт, как здесь называют пряди. И потом это будет выглядеть как просто светлые концы. А вы свое мнение напишите в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Можно попробовать вот эту от Виктории Сикрет. Она очень подходит под мой топ сейчас по цвету. Так вот получилось. Сейчас мы с корректором чуть-чуть подкорректируем уголки, где мы подтирали и размазали чуть-чуть. Вот так как с бровями корректируем форму. С помощью хайлайтера, корректора. Так и здесь. Ну, так-то лучше. Раз получилась такая болтология долгая вместе с макияжем. Я очень бы хотела, чтобы была отдача. Пока мест на моем канале очень мало подписчиков. Но я надеюсь, я буду стараться. Не буду сдаваться. Как первый раз я перестала снимать. Вот такой стол разбежной. Здесь вся моя косметика. Я не фанат косметики. Не маньяк. Не гонюсь за всем. В виде этого стоит практически половина, которой я не пользуюсь. Ну, раз в пятилетку. Там, если я вспомню про то, что у меня есть еще другие какие-то тени или что-то. Ну что, ждем любимого. Идем ставить на гриль котлеты. А то он приедет, а он мне не будет готова. Вот так выглядят эти котлеты. Здесь сыр, вы видите. Говяжий фарш и бекон. И вот он, наш гриль. Я уже поставила его разогреваться. Включим чуть-чуть свет здесь на 350 фаренгейтов. Будем ждать, пока он все разогреется. И ставить котлетки. Кстати, хочу показать вам сегодняшний мой лук. Я вчера себе приобрела вот такую юбку шорты. Да, это шорты. Представляете? Вот. И я надела вот такой топ. Он до сих пор на меня как раз. Хотя мы вот такие вот уже большие. Пузатики растем. Наше пузо такое. Оно сейчас очень впитывает все крема, масла, которыми я пользуюсь. Потому что видно, что кожа натягивается. Кстати, посмотрите на мое женское счастье. Или по-другому. Спатифилл, как он цветет. Он меня просто радует. Посмотрите, сколько бутонов. Сколько. Это невероятно просто. Это первый раз он так обильно цветет. Уже, я не знаю, он меня уже несколько раз свел, но не так обильно. Здесь среди листьев вот прячутся бутоны. И знаете, никогда не подозревала о том, что оно пахнет. Оно имеет какой-то нежный такой запах. Я никогда не думала, что оно имеет запах. У меня тут уже все шкварчит. Я выложила котлеты уже на гриль. Смазываю гриль я вот таким вот кокосовым маслом, чтобы не прилипало мясо. И это масло очень полезное, без всяких добавок. Единственное, оно имеет запах баттер. То есть обычного коровьего масла. Его можно мазать на хлеб. Характеристики его, что оно не такое уж и вредное, как коровье масло. Короче, мы сейчас стараемся все заменять. Все такие основные детали в еде, в питании заменять на здоровое. Это у нас продается в обычном Волмарте. Вы можете заказать на iHerb. Я видела у блогерши, она снимала видео про это масло. И Катерина Сайбель. Я смотрю ее влоги. И вот она показала это. Я у нее увидела. Хотела заказать на iHerb, но увидела у нас в Волмарте. Здесь купила шкварчит по-серьезному. Котик, что ты делаешь? Котик. Что ты там делаешь? С розами здороваешься. Да, бателла. Понюхай цветочки, называется. Он чешется, видишь? Эй. Наши котлеты готовы. Теперь мы садимся кушать. Всем приятного аппетита. На улице так потемнело резко, но так хорошо стало более прохладней. Лето-лето сейчас вообще. Что ты делаешь? Я убираю нашему малышу, как он называется, комод. Кроватку ты уже собрала. А ты что тут мяукаешь, ходишь? Рада и Женя говорит. Я только что распустила косички. И вот что получилось. Их нужно чуть-чуть распуститься. Объем чуть-чуть ушел, но сейчас он вернется. Просто волосы лежали в косах, и поэтому зафиксировалась так. Ну что, комод готов. Почти, да? Спустя сколько? Много времени. Что-то он не очень хорошего качества. Кроватка мне больше понравилась. Хотя фирма это одна и та же билет. Может быть, из того, что я заказала с Overstock. Может, поэтому я чуть-чуть чипала. Не знаю. Вот это будет так выглядеть. Классные полочки. Слава богу, в нашем доме появляются еще лишние полочки. Лишними они точно не бывают. Тем более сейчас. Любимый молодец. Сделал красиво. Сегодня уже следующий день. Сегодня, кстати, 12 июня 2018 года. Значимый день. Наша дата с любимым. Не годовая дата, а просто наше число. Получается, что нам сегодня 6 лет и 5 месяцев. Смотрите, розы вот. Они еще стоят. Вот так раскрылись красиво. Я чуть-чуть сегодня лохматая. Мне, если честно, болит голова. Я так подозреваю из-за наушников новых. Они чуть-чуть надавливают мне на голову. Надо будет их расслабить как-нибудь. Я сегодня выгляжу вот так. Видите, как в разной одежде кажется животик по-разному. В этом платье очень большое кажется. На самом деле, очень зависит от ракурса и от того, что ты носишь. Как выглядят живот и вообще по жизни так же. Я хочу сейчас пообедать. Я думаю, что я буду курицу. Но еще хочу я вам показать, что мне пришло вчера уже ночью. Можно сказать, вечером. Потому что мы раз ехали, возвращали все платья. Да, мы только сейчас смогли их вернуть. Не было времени. Нелюбимый сейчас очень занят. У него работа, дела. Сейчас завал. Июнь месяц у нас всегда очень-очень-очень забитый месяц. И вот, что мне пришло. Во-первых, мне пришла моя мини-коробочка. Я не помню. Ипси она называется, кажется. Ужасно болит голова. Не знаю, с чем связано. Вот такая кисточка мне пришла в этой коробочке. Вернее, это даже не коробочка, а пакетик. Такой розовый, блестящий, который сходит мне каждый месяц. За 10 долларов. Представляете? Вот сейчас я покажу вам продукцию, которая здесь лежит за 10 долларов. Кстати, классная кисточка. Пахнет чуть-чуть, конечно, лаками как будто. Ну, это искусственный ворс. Я уже как говорила, что я люблю искусственный ворс. Пригодится. Может быть, хайлайтер наносить. Следующий у нас бальзам для гол. Использовать можно как бальзам, как на кожу. То есть, увлажнять какие-то сухие места. У нас эта неделя получается какая-то косметическая. Следующая вот такая вот база Праймер Мак. Миниатюрки, естественно. Впечатляет, что такие большие марки используются в таких пакетиках месячных, которые приходят. Попробуем. Я еще ни разу не пробовала базы от Мак. У меня много из чего от Мак, но базы у меня еще не было. Вот такая вот помада такого экстремально фиолетов фуксии цвета. Ну, давайте вместе ее протестируем. Видите, какой яркий. Я люблю иногда поэкспериментировать. Может быть, даже сегодня ее воспользуюсь, потому что у нас любим планы на вечер. В честь нашего дня. Мне кажется, в этом платье у меня все выглядит больше. Я вся сама. Эти груди, боже. Я, если честно, не любитель большой груди, но у меня она не была большая. Всегда средняя. Но сейчас она выросла, конечно, довольно намного. Но, слава богу, это временно. Вот такая вот маска у нас была еще в коробочке натуральная, которую нужно держать 20-25 минут. Яблочная маска. И еще одна асаи ягоды натуральная маска. И тоже ее надо держать 20-25 минут. И вот в такой косметичке шли вот все эти пробники маленькие в ней. У меня уже куча этих косметичек. Они пригождаются, знаете, когда только должна в путешествие куда-то ехать. Сейчас я покажу. Я по косметичкам могу определить, сколько коробочек мне пришло. Это все время. Первая, вторая. Такая красивая с бабочками сегодняшняя. Буду, короче, дарить всем косметички, а то мне уже слишком много. Иду я покушаю. Ах, да, еще забыла показать вам, что мне вчера тоже пришло для малышей. Вот такие вот подгузники, которые одеваются скорее даже как непромокаемые трусики, будем называть их так. Для бассейна, чтобы ребенок не намокал. Чтобы можно было даже под них одеть памперс и не промокать. Можно их просто одеть. Они, я не думаю, что будут что-то пропускать. Они как раз специально для этого. Готовлюсь, продолжаю. И классно то, что они многоразовые. Вот так Ирина Петровна садится в траке. Двумя руками. Да. Вот так вот. Мы едем гулять в парк. Да. Будь здоров. Двумя руками. Двумя руками. Двумя руками. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доп Sahnt Субтитры делал DimaTorzok Придя домой, я обнаружила Возле двери Посылку от Блам Это ежемесячная рассылка Тоже Коробочки Для детей Для младенцев Ты заполняешь анкету Если ты находишься в беременном состоянии Или у тебя уже есть ребенок Его возраст указываешь Тебе отправляют В зависимости от ситуации продукты. Давайте вместе заглянем. Я, как и вы, сейчас буду впервые видеть, что в этом месяце мне поставили. И, как всегда, наверное, умиляться, потому что здесь только милоты всегда. Это вот такая погремушка. Такую сумку тире кейс для салфеток, потому что видно понятно сразу, что это. Вот можно так её повесить везде. Это бальзам для ребёнка. Масло ши и корите. Лавандовый запах. Так понимаю, в сухих местах мазать. И следующее. У-у-у-у, это вообще крутая штука. Офигенно. Я так давно хотела заказать это. Это рамка вот такая. We love you already. Понимаю, вот так отстёгивается вот это и ставится своя фотография. Та-дам! Ну вот и наш малыш. Это наша фотография, которую мы поставили в такой мини-рамочку. Я прицепила на эту рамку. Здесь у меня вот на комоде это значимый для нас день. Когда любимый сделал предложение. А это новая рамка, которую я буду заполнять уже нашими фотографиями. Естественно, это не наши фотографии. От рождения до года. И это салфетка, которую я вязала. Видите, в чём она сейчас? Как она оформлена бусинками? Уже позже узнаете, что это будет в конце, когда проект будет готов. Что ты делаешь? Делаю то, что... Не всегда, да? И как получается? Офигенно, блин. В общем, ты занят любимым занятием. Наверное, в будущем ты откроешь себе гараж, где будешь клеить. Спустя сколько времени? Час с чем-то. Вот. Уже видно результат. Посмотрим, что будет в конце. А кажется, как будто на видео траке этот одного цвета. Серьёзно. Просто этот более блестящий. Куда ты хочешь ставить? На днях пришла нам вот такая вот посылка с наклейкой для машины. И цебой. И она отражает цвет. Мне очень понравилось. Я думаю, вот здесь мы её наклеим будет. Сейчас там, где будет сидеть малыш. Вот здесь мытираем мокрыми салфетками. Я думаю, что здесь нужно снять вот эту плёжечку. Смотри. И на ней остаётся наклейка. Я думаю, она так, вот так снимается. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Медленно, медленно, медленно. Медленно, не спеши. Все буквы надо осторожно взять. Вот так дома, да? Да, да. Да? Афигет. Я догадалась, как это нормально. Главное, медленно. Да, пусть даже быстренько сейчас. Всё, это красиво, да? Поздравляем. Котик, у нас эксперимент дать молока нашему коту первый раз. Котик, это тебе. Будешь пить ты или нет? Мне кажется, он не будет пить. Он не может понять, что это. Это вода. А это что? Смотри, как... Лизнул. Пошла жара. Но это без лактозы, так что не страшно. С желудком всё в порядке будет. Что ты делаешь, Иван Иванович? Ещё добычу. Панкейки, мука для панкейек. Ночные походы по Крогеру называется. Вот мы и дома. И вот наши покупки. Два стейка, один фарш, молоко дофига, потому что я пью очень много. Я выпила, наверное, за два дня. Два бутылки, вот такие две бутылки, баклажки. Два литра 800 миллилитров. Потом на что здесь? Вот мука для панкейков. Любимый кофе себе вот такой берёт. Потом два протеиновых или три протеиновых таких, как смузи. Это или что? Потом макароны мои любимые. Потом взяла, напробовала таких два йогурта. И мы нашли лава кейк, который мы едим в Applebee всегда. Ну, фондан называется. Доброе утро следующего дня. Вот так я выгляжу в своей лодочке. Если бы не она, наверное, я бы уже не могла спать по ночам. Эта ночка удалась у нас весёлая. Ижога мучает меня по-серьёзному уже который день. Мне помогло яблоко. Волока выпила. Малыш сегодня, вернее, со вчера активный. Он уже упирается мне ногами вот сюда аж. И поэтому у меня поднимается ижога. У нас завтра уже встреча с врачом. Есть о чём поговорить после укусасы. Спросить, что к чему. Но чувствую себя я уже нормально. Вот единственное, что ижога. Сейчас на часах уже 7.11. Я встала вообще в 6. Иди-ка, хочется кушать, поэтому я иду. Что это такое? Морочные. Ты был в русском магазине, да? Мир. Ужасно просто. Смотри, я тебе взял что-то вкусненькое. О-о-о-о-о. Ты меня вообще закармливаешь. Я взял ещё блинчики. Я взял это вот... Тушёночку. Тушёночку. Ну, я не знаю, если тебе можно отрабить или нет, но я взял... Нежелательно. Солёный. Ну, я думаю, всё равно надо. Спасибо, любимый. Сейчас мы на мороженое разливилку. И так будем кушать. И так будем кушать. Ужасно. Сегодня у нас следующий день. И у нас очередной поход к доктору. Первый раз два раза в месяц. Сейчас уже будем часто ходить. Я уже сказала об этом, поэтому вот уже мы сели в машину и едем. Не знаю, будет ультразвуковое или нет, но я надеюсь, что в этот раз хотя бы будет. А то уже очень давно не было. Как ты думаешь, вкусно это или нет? Нет. Это ужасно. Я не понимаю вкуса. Он горький, как будто горький шоколад с черникой. Да? Вообще не понимаю. Ну, просто, наверное, он более-менее здоровый, поэтому и... Это имеет мак наш. Мак? Нет, это шоколад. Черный, просто измельчённый. Прям по вкусу. Черный-черный шоколад. Измельчённый с блубари. Интересно. Кто-то съедает всё, а там... Ну, он очень густой. Ну, знаешь, вот ты его пьёшь. Вроде бы поначалу кажется горьким за счёт шоколада, но потом как тянет по-любому. Потому что он холодный сейчас. Можно холодный. Сейчас хочется его. И хотелось же взять страубари. Почему я не взяла? Вот так я вижу свои ноги сейчас. Ещё вижу, так что нормально. Мы приехали. Вот, кстати, наша клиника. Здесь много отделений. Это именно гинекологическое. Вот такое вот доброе утро. У нас уже следующий день. И сейчас 9.16 на часах. Проснулись сегодня рано, слава богу. Я так и хотела, потому что сбилась с режима. И не очень себя чувствую, когда не встаю, как раньше. Это пионы. И розовые, и белые. Я брала в крогере, их увидела, офигела, если честно. Я думала, они будут раньше, но вышло так, что почти на моё день рождения их стали продавать. Я не могла пройти мимо этого. У нас, кстати, открытые окна. Сейчас проветривается дом. Котик ходит и сидит по окнам. Вот даже здесь открыли, где все мои цветы. Окно, потому что очень тяжело. Я не могла его открыть. Но Ваня его открыл, и вот сейчас идёт сквозняк сквозно оттуда сюда. И это хорошо. Мы зашли дома, были в Айопе, кстати, поели. Блинчики. Кто блинчики, омлет. И когда вернулись домой, чувствуется в доме свежий сразу, что проветривался дом. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. В общем, Ира мне подарила камеру на сегодня. Так что я буду снимать. Начинает наша. Моего друга машина. Угоняемся по ночам. Сейчас будем показывать вам хорошие, красивые машины. Выставка. Продается. 30 тысяч. Турбо, шмурбо. Разгоняется быстро. Народа дофига. Только начало. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Что еще там она сказала нам Насчет укуса Выписала нам обычную не аспариновую мазь Здесь, которая в аптеке В свободном доступе продается Можем в любое время ее приобрести Но нет смысла, потому что уже ничего не чешется То есть она сказала, если чешется или болит Мажешь этой мазью Я ее спросила, кстати Я вам не говорила, но я с недельки так 28 Чувствую щелчки внутри своего живота Да, я не могу объяснить, на что это похоже Хотя нет, могу Это похоже на клики мышки для компьютера. И вот я слышу, как будто что-то отлипает, знаете, вот такой вот звук. И меня это заинтересовало один раз, второй раз. Потом всё чаще и чаще я стала слышать её. Раз пять могу слышать в день, особенно когда ребёнок активный, и он двигается. Вот я слышу эти звуки. Я почитала в интернете, и многие, оказывается, слышат такой же звук при беременности. На форумах пишут, то обращались к своему гинекологу, спрашивали насчёт этого. Но гинеколог ничего не может объяснить. Вообще насчёт этого. И я спросила свою, она тоже не могла понять. Она говорит, может, это икает ребёнок? Я говорю, нет. Когда он икает, это совсем по-другому. Я это чувствую. У меня как волнообразно идёт. А тут один клик может быть, и всё. И его прямо отчётливо слышно. Даже Ваня его слышит. Но она тоже не могла объяснить, что это такое. В общем, да, вот есть такой нюанс. У кого тоже были такие клики в животе, кто слышал, пишите в комментариях. Мне интересно будет почитать. Но предположение, что у ребёнка хрустят кости, это не может быть, потому что слишком мягкие ткани у него сейчас, чтобы они хрустели. Сами понимаете, он только после рождения начнёт затвердевать, потому что ему надо как-то пройти через родовые пути, чтобы его кости были мягкими. Поэтому это исключается. А вот ещё одно предположение, которое мне показалось более подходящим, когда я читала по форумам, это что стенки матки, как этот сам пузырь, где находится ребёнок, прилипает к матке. И когда отлипает, идёт такой щелчок, потому что там вода, кстати, только что услышала, не поверить. И там вода, и поэтому оно создаёт такой клик. Да, вот что ещё хотела сказать. Вчера мы встретились с нашими друзьями, поели суши, посидели. Таня, тебе привет. Я знаю, ты смотришь мои видео. Были в магазине, купили новую постель до этого. И сейчас я вот хочу поменять постель, хочу загрузить стирку. Воскресенье подошло к концу. Мы скоро ложимся спать. И всем пока-пока и до следующей недели. Следующая неделя обещают быть очень интересной. Субтитры сделал DimaTorzok